Жители села Шаркистра наконец-то получили свой Дом культуры. В многолетней строительной истории поставлена точка. Вот и свершилось. Оправдались ожидания жителей сельского поселения. Больше всего о Доме культуры мечтали ветераны. Ведь история его строительства затянулась. Построить новый Дом культуры пытались давно и не раз, говорят местные жители. Этот последний вариант, глава Олег Анатольевич сам начал по своей инициативе, методом не имея. Было можно тогда сделать, вот он начал с помощью жителей Саша Шаркистра, начинал фундамент заливать. До этого еще было два раза, когда, да, это было, это при существовании Советского Союза даже начинали строить. Я помню, мне тогда было 5-6 лет. В этот раз помогла федеральная программа по устойчивому развитию территории сельских населенных пунктов. Именно в нее и вошло строительство ДК на 150 мест. 65% средств на строительство было выделено из федерального бюджета, 30% из республиканского. Ровно год строили, завершили, таким быстрым темпом мы получили совсем новый Дом культуры. На этот Дом культуры у нас ушло 27 миллионов 39 тысяч. В Доме культуры имеется кружковый зал, библиотека, санузел есть. Рядом с Домом культуры имеется спортивная площадка с оборудованиями. В республике вплотную занялись модернизацией сельских домов культуры. Там, где восстанавливать уже нечего, планируют новое строительство. Я считаю, этот процесс сегодня идет успешно. То есть все наши задачи, планы, которые мы поставили, они у нас воплощаются в жизнь. Естественно, я хотел бы сказать, прежде всего, эти проекты будут продолжаться и в 2018 году. Но для того, чтобы в селах встроили мы Дом культуры или реконструкцию делали, нужны проработать на местном уровне, муниципальном уровне, конкретно подготовка проектно-смертной документации. Только при таких условиях можно войти в федеральную программу, отметил министр. Родион Архипов, Мальвина Петрова, Арена Гвейлян, Республика.